итак друзья всем привет всем доброе утро сейчас мы идем с вами продолжая гулять по лодзю хочу сегодня сходить в так называемую мануфактуру это бывшая бывшая фабрика бывшая промышленная здание сейчас она сделана торговым центром вообще таком центром развлечений лодзя там такая такое тусовое место сегодня суббота выходной день рабочих вопросов нет и поэтому хочу прогуляться только что вышел из дома будем с вами гулять не только по этой мануфактуре то есть всю дорогу засниму забил в карты маршрут я не знаю как туда идти еще ни разу не был общественным транспортом тоже пользоваться не хочу чтобы больше пройти больше увидеть вот еще один пример парковки пожалуйста практически на троторе это нормально вот смотрите какой ряд где-то метров 200 вот такие вот деревья высажены в такие вот как большие цветочники только для деревьев и здесь не знаю несколько десятков очень красиво прикольно одним словом красота так сейчас по-моему мне нужно будет скоро поворачивать направо отсюда до подсказывает макс нужно будет сейчас повернуть направо очень удобно когда есть интернет у меня стоит местная сим-карта так повернули направо и идем от по этой улице здесь тоже есть трамвайные пути если все очень много трамвайных маршрутов что очень хорошо это показатель того что город использует экологический вид транспорта трамвай вы знаете динут не нуждаются никакого топлива кроме электричества вот идет ремонт дома реставрация затянута сетка дом старый я думаю он будет красиво сделал какой-то барбер клуб 5 жабка этих жабок на каждой улице по несколько штук наверно самая распространенная сеть таких магазинов продуктовых именно небольших они небольшие но их много смотрите какая графики прикольная на стене старого здания здания она тоже очень ну это такое было какой-то не фишенебельная конечно на здание может и не очень старая но в любом случае из позапрошлого века и между 19 арками сделанная окна такое мрачненькая никто тут не живет пока явно сейчас правда существует проблема заехать конечно в польшу вообще евросоюз среди с ограничениями въезда из-за карантина ну тем не менее если вы имеете рабочий вызов либо ну приглашение рабочие решение на работу устроиться к эта детская площадочка все красиво как создаются здесь такие вот парковые зоны игровые интересно можно подойти ближе снять вот здесь уже засажена зеленая зона цветами елочками и металли сосенками и вот такая вот площадка это я так понимаю двор это вот живого дома наверно будет а до вернусь к вопросу по въезду въезд возможен сейчас но имиду украинцам не по биопаст ну как вы можете заехать благодаря биометрическому паспорту но у вас должно быть еще основание виде приглашения на работу либо вы являетесь учащимся кота вуза польского просто туристических целях сейчас не пускают здесь карантин ими ограничениями поэтому въезд евросоюз более проблематичен стал вот так вот ну я думаю это вопрос нескольких месяцев это все должно бы разрешиться потому что туристический поток это всегда приплыл денежных средств так сказать бюджет государства поэтому я не думаю что европа заинтересована и польша в частности в том чтобы быть закрытой зоной для туризма так такая улица но скажем так ничем не примечательно потому что здесь много таких каких-то полупромышленных домов объектов которые реставрируются они пока в таком сером не сильно презентабельном виде вот вообще сплошная строительная площадка начиная от угла и заканчивая он до следующей улице тепло сегодня довольно многие даже ездят в видите на байках так но мы идем дальше в сторону мануфактуры вот такие вот трамвайчики здесь ходят но это такой более старенькие ну тут более старенькие поехал вот стал более новенькие а есть вообще такие видно из последних моделей вообще красавцы в общем трамвайный парк здесь в лодзе очень и очень достойный не весь город конечно друзья сияет красотой вот ту улицу которую мы прошли там она сзади осталась она увидели была такая вся практически в каких-то ремонтах здание все на стадии реставрации то есть не очень как бы все это выглядит так презентабельно но учитывая что город старые здания стараются сохранять их не разрушают их стараются отреставрировать придать им прежний шарм это я считаю очень хорошо потому что застроить как бы дома новыми домами конечно это тоже неплохо но сохранить именно среду среду старого лодзя какой он был сто и более лет назад все когда подворотня древние это не менее важно я считаю так не еще прямо только деду перехода а вот переход вот такой перекресток многие стены разрешены граффити посмотрите вот такие вот птицы как бы в деревьях нарисована вот тоже какая-то граффити как бы украшает город таким способом вот здесь такой вот новый застроенный райончик новыми зданиями там какая-то промышленное здание проекса здесь тоже видна офисная часть и слева ряд старых домов так прошел вот еще одну улицу тут дошел до кота промышленная на здания атлас называется не знаю что такое все ограждено новая постройка слева от меня вот такой забор разрисован таком стиле вот флаги с этим же брендом атлас польская можете здание какое-то впереди какой-то парк виден я перешли вот этот перекресток и зашли в парк ну есть тоже такие моменты недобросовестных граждан которые кидают бутылки пустые после их опустошения прямо на газоны говорится о семье не без урода хотя учитывая что здесь 70 тысяч одних украинцев не знаю сколько белорусов то как бы все возможно но это некрасиво парк видимо старые деревья старые смотрите этим деревьям явно не по 5-10 лет он такой неровная местность такая холмистая прикольно здесь гулять люди он собак выгуливать рядом небольшой микрорайон жилых домов это хорошо когда рядом с живыми домами есть такая вот парковая зона деревья все такие ухоженные обрезаны трава пострижена достойно выглядит парк есть лавочки есть урны все цивилизованно так ухоженный парк внизу находится трамвайная остановка крытая вот ее хорошо видно сейчас я вам приближу вот такая вот остановочка там проходят ромальные пути ну вот такая вот панорамка надо трамвайчик такой классический европейский парк ну правда он оборудована площадка для занятия физическими упражнениями так здесь все какой-то памятник я вижу а вот есть с развлекаловок есть такая площадочка детская вот песочком качелька горка ну такая стандартный набор так ну а мы наверное перейдем сюда вот к этому памятнику посмотрим кому-то это здесь вот здесь и вековечили или что может какое-то событие сейчас почитаем если сможем так здесь тоже стоят лавочки все так красиво вот такой вот памятник но это видимо мы подошли стиль на его стороны сейчас почитаем написано густава земли ну в общем ноябре 95 года ну не знаю друзья если вы знаете польский я вам текст снял можете перевести ну такая вот площадочка здесь можно присесть и вот этот памятник выглядит вот таким вот образом в виде кого-то монаха что ли здесь внизу видимо какое-то искусственное озеро но она сейчас почему-то пустое то ли на джима его спускают с него воду не знаю ну факт тот что она пустое вот за вот этим домом виднеется шпиле кота костела на собора католического сейчас мы туда пройдем и видно ряд старых домов наверно какая-то старая улица тоже этот парк кстати большой друзья я думал что вот тут вы все а вот он тут еще его в его территория довольно большая ну пойдемте дальше я продолжаю идти через парк вот так вот вид имеет здесь здесь еще более старые деревья кстати никто не выбирает акации которые которым явно очень много лет они уже такие начинают откалываться разваливаться у основания но тем не менее их не трогать ждут так стать естественной смерти вот какой развесистый не знаю что это такое клен и клен но очень большой прикольная парковая зона без каких-либо излиществ каких-либо пошлых декораций просто парк деревья трава есть где присесть есть куда выбросить какой-то мусор здесь справа к это скульптура не знаю что она обозначает она есть а и так понимаю это наверное какие-то часы солнечные смотрите да это солнечные часы друзья наверное судя вот по вот этому циферблату и вот этой вот стрелочки такой которая дает тень четкую конкретную тень и вот здесь все поделено на сектора это солнечные часы да вот как прикольно придумали это солнечные часы вот их циферблат вот видите даже здесь такие нарезочки сделаны здесь можно очень четко определить время когда конечно есть тень вот этого вот пика на непосредственно на все эти значения так и тут такая площадь за парком очень красивая там какие-то такие здания ресторация какая-то написано старинная костра старинная реставрация или как-то так переводится на вот такая вот площадь ну не показывает навигатор что мне нужно идти оттуда прямо где-то там находится мануфактура он наверное я и уже вижу отсюда это такое большое красное здание красного кирпича ну здесь тоже интересная улица ну я думаю мы погулял по мануфактуре потом сходим и туда там есть что посмотреть как уста переходим рельсы провяжу часть идем в сторону мануфактуры перебежать здесь кстати перехода нет но все ходят вот собор его очень сюда отсюда хорошо видно очень красивый собор здесь еще парковая зона продолжается с каким-то фонтанчиком настоящее время не работающим правда и мы сейчас уже будем возле этой мануфактуры вот она впереди и видно сквозь деревья это огромная были цеха какой-то фабрики старые времена но сейчас там сделали центр развлечений и торговли прикольный парк такой атмосферный старые деревья придают ему такую загадочность еще старые елки как говорится не наводел не вчера посадим вот такая панорамка парка кстати здесь вот еще листья не убраны часть парка имеют газоны и листья убраны а вот здесь газонов нет и листья почему-то не спешат убирать возможно для того чтобы скрывать черноту самой земли ну более красиво когда лежит пусть и желтая но листва вот такая вот старая его старая старая вот наверное это мануфактура может быть я ошибаюсь нет по моему дата на это на друзья это огромная территория бывшего промышленного предприятия в которой куча куча всего интересного все переходим дорогу вот панорама этой этого торгового центра называемым который называется сейчас мануфактура вот такая вот вывеска с названием видите это старое здание но хорошо очень хорошо сохранившиеся с красного кирпича практически идеальная по своему внешнему виду и сохранности сейчас пойдем туда смотрят это парковочка 1 2 езди припарковать машины и вот такая вот площадь народу пока немного хотя на улице собственно что делать наверное все находятся где-то внутри мануфактура вот такая она это тоже центральная часть города и основная достопримечательность лодзи здесь фонтанчик функционирует зеленая зона справа находятся где-то ствуды площадочки со столиками но к сожалению сейчас не посидишь это все пока ограничено здесь очень большая площадь получается внутри этого комплекса зданий такая прикольная зона фонтана и вот такая зеленая зона ухоженная стуйками постриженными газонами даже очередь стоит видимо дозирует посетителей и пускают их запускают сюда людей по несколько человек чтобы не было переполнено внутренняя часть здания для безопасности вот этот фонтан фактически до самого новой части торгового центра которая она достраивалась уже позже вот так вот прикольно как площадь прикольное решение сделали промышленную территорию превратили в такой туристическую инфраструктуру старбакс так бы стояло пустое никто бы не использовал его и что здесь ну производство либо какой-то электрон я 1912 года постройка видите более ста лет 108 лет этому цеху от который когда-то был цехом производственным здесь тоже ярмарка с таких еще вот домиков тут и так торговых площадей просто немерено все поставили такие вот домики для того чтобы на улице тоже вы была какая-то торговля ну и центр всего действия конечно это рождественская елочка такая вот красавица вечером наверно она вообще вся мигает и горит так здесь можно посидеть и вот лавочки кстати опять же как обычно в европе от зданий точно так было дерево не красится ничем не покрывается но просто естественно принимает вот такой вот свой вид старения и все не нужно вот этих слоев бесконечных краски которые начинают облазить со временем вот старые разные вещи продают такие сувениры подковы доски но это все конечно декор и старая часть заканчивается здесь и начинается вот территория такого огромного павильона торгового уже нового сейчас попробуем сюда зайти посмотреть как здесь и что так вот здесь внутри этого торгового зала огромного все в декорация все светится все красиво здесь находятся разные магазины одежды многие бренды тут представлены я не думаю что мы будем здесь все смотреть просто так вот пройдусь поднимусь по эскалатору на второй этаж и очки косметика детский какой-то дело олега дали не только лего просто игрушечки вот такая крыша прикольно здесь конечно можно пропасть на целый день тем более если есть средства которого готовы потратить здесь можно гулять ох нифига себе здесь такие масштабы друзья просто караул такая фотозона или игровая зона резервит вот в общем очень но и такой центр куполом таким прикольным здесь целый такой типа сказочного города для детей вот здесь конечно тепло не жарко в этой куртке я наверно сейчас пройдусь ну хотя что я здесь и вижу здесь все точно такое же но просто другие чуть-чуть бренды огромный торговый центр одним словом ничего здесь необычного нет масштабы серьезная как любом в любом принципе миллионники городе ну здесь правда миллиона нет вроде 700 тысяч населения вот за ну тем не менее и что интересно население лодзи продолжает сокращаться такая статистика население имеется ввиду наверное которая здесь зарегистрирована которая является жителями лодзи они приезжими работающими из других стран я думаю так хотя здесь очень много студентов здесь есть университет здесь учатся и студенты из сша и с многих стран мира потому что здесь как бы ну дешевле обучение а ну очень друзья я не знаю здесь ходить можно часами наверное если еще по всем этажам тут просто масштабы сумасшедшие сравнить с торговыми центрами харькова вон ашан продуктовый то это ну примерно как у нас есть тут караван очень большой торговый центр вот фастфуд зона фудкорт ну вот видите обозначение не седать не седать нельзя садиться подходите берете и уходите так все идем на улицу и продолжим знакомство с мануфактурой с другой ее частью зайдем еще в старые павильоны мне интересно как там среди не выглядит весь интерьер при выходе с этого павильона справа такая вот площадка с местами для отдыха можно посидеть парковочная такая территория хотя парковочная так чисто для великов машина сюда заезжать нельзя машина становится там вот все за заграждением контур здесь можно поменять кстати денежку что мы сейчас и сделаем у меня уже заканчивается злотыми нужно поменять вот так вот называется это заведение так ну здесь снимать не буду наверно нельзя все мы отсюда выходим здесь такая вот тоже когда инсталляция была когда старое дерево его срезали оставили оградили каким-то металлическим таким хомутом оно все уже обросло диким виноградом так пойдем теперь старые корпуса сейчас пройдем под этой арочкой перпич хорошо сохранился конечно есть какие-то изъяны но в целом очень даже неплохо можно посмотреть вот вкладку вот арочка учитывая что ее жилет 150 ну да чуть-чуть был ремонт видно вот новый кирпич или просто старый под его наружную часть под реставрировали как-то не знаю но в целом хорошее состояние стен здесь становится все оживлене и оживлене я смотрю люди прибывают отдыхающих гуляющих становится все больше так это вход магазин декатлон как строили классно тоже надо так заморачиваться с этим карнизом выкладывать это так и макс и сюда стоит очередь так как и стоялась вот я не знаю здесь нам какие-то скидки может акции рождественские люди стоят сюда такой очереди ну жало не будем тратить на это время пойдем гуляемся сюда по территории другой части территории мануфактуры вот пройдем туда в сторону cinema city там наверно какой-то кинозал возможно кинотеатр сейчас посмотрим в ту часть еще не заходил площадь здесь вся выпустила такой плиточкой на на тоже старой частично частично новое это явно новые дорожки на так щуки то тут корты здесь суп суп культура здесь можно покушать какой-то супик наверно а вот уже конец принципе сюда через эту арку вот которая впереди мы можем выйти вообще уже за территорию самой этой территории мануфактуры кулинариум ну вот такая здесь еще есть территория тут фонтан и кстати работают и вода в них вечером на ночи подсвечивается за стеке от цветные фонарики да ну вот друзья в принципе вот это вот и все вся мануфактура так здесь музыка конечно дубасит сейчас меня блин youtube будет здесь покрытие вот доской сделано такой вот палубной доской очень хорошие качественное покрытие она не скользкая и природная да это наверное кинотеатр какой-то здесь можно зайти cinema city город кино да наверное здесь кинотеатр ну да он 4d i max cinema city да это все кинотеатры здесь тоже парковочка парковок здесь много открытая парковка есть есть открытая в общем теперь вы у вас есть представление что такое мануфактура в городе лодз это торгово-развлекательный комплекс огромная территория бывших фабричных цехов бывшие промышленные ну помещения использованы для торговых торгово-развлекательных целей здесь вот так вот она выглядит снаружи видите как как компоновка нового строения старым старой частью здания прикольно сейчас пойдем прогуляемся дальше по улице я хочу дойти до того костела который было видно по улице посмотреть пока не стемнело возможно там что снимем посмотрим